МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, все, кто любит хорошую и добрую песню, гармонь, баян. Веселый праздник! В эфире очередная передача в гостях у Митрофановны по письмам. Здравствуйте, дорогие друзья! И наша сегодняшняя программа выходит как раз в новогодние праздники. И, конечно же, мы всех наших телезрителей поздравляем с Новым годом и с наступающим Рождеством Христовым. Мы желаем вам всем отличного настроения, крепкого здоровья, удачи и семейного счастья. У нас в руках письма поклонников Татьяны Пермяковой. Она споет песню и поздравит вас с праздником. А мы зачитаем ваши письма. Письмо из Челябинска от Галины Сергеевны. Она пишет, что время идет, все меняется, а гармонь и музыканты всегда будут радовать нас своим искусством. А дальше она просит поздравить маму, Пантюхину Таисию Ивановну, с замечательной датой. В декабре ей исполняется 95 лет, и она не пропускает ни одной вашей программы. Знает всех исполнителей и поет песни вместе с ними. К поздравлениям присоединяются родственники Сургута, Кирова, Челябинска, а также правнуки и праправнуки. Дети и внуки и правнуки из города Челябинска поздравляют Шеметову Анну Ильиничну с 90-летним юбилеем. Все они ее очень любят и желают дожить ей до 100 лет и оставаться бодрой и веселой. А у меня письмо из поселка Аргаяш от Канииной Галины Васильевны. Она смотрит наши передачи и даже фотографирует наших исполнителей. И прислала нам много фотографий. Дальше она просит поздравить свою тетю Шарманову Анну Георгиевну с 80-летием. И еще мы хотим поздравить супругов Канинины Галину Васильевну и Василия Николаевича с 52-й годовщиной совместной жизни. Пара дождей прошла, зима на трон зашла, укрыла город белоснежным покрывалом. Приходит Новый год и яркий небосвод нас увлекает новогодним карнавалом. Новый год зажигает снова свечи, Всем друзьям дарит радостные встречи, Возвращает долгожданную любовь. Новый год всех сердечно поздравляю И родным счастья доброго желаю. Пусть удачу принесет нам Новый год. Огни цветных гирлянд, веселый маскарад, Бокалов звон и аромат души цели. Родных любимых глаз, снежинок, белый вальс И исполнение всего, что захотели. Новый год зажигает снова свечи, Всем друзьям дарят радостные встречи, Возвращают долгожданную любовь. В Новый год всех сердечно поздравляю И родным счастья доброго желаю. Пусть удачу принесет нам Новый год. В Новый год зажигают снова свечи, Всем друзьям дарят радостные встречи, Возвращают долгожданную любовь. В Новый год всех сердечно поздравляю И родным счастья доброго желаю. Пусть удачу принесет нам Новый год. Курбатова Галина Ивановна из Челябинска просит поздравить с юбилеем 65-летием свою любимую подругу песней в исполнении Виктора и Светланы Холиных. А у меня письмо из села Степное от Дымковой Раисы Ивановны. Она просит поздравить сноху Дымкову Галину Борисовну с 46-летием и сестру Смолеву Ольгу Григорьевну с 64-й годовщиной с дня рождения. Письмо из Курганской области, деревня Туманово от Рявкина Владимира Андреевича. Он просит поздравить с 70-летием свою жену Валентину Александровну песней в исполнении Виктора Холина и пожелать ей здоровья и удачи в жизни. А я хочу поздравить с 70-летием Милишеву Татьяну Петровну. Она постоянная наша зрительница и пожелать ей здоровья и благополучия. А в этом коротком письме из села Выдрино Уйского района просьба от Маслова Михаила и Кочневой Галины исполнить песню «Галина». Но сейчас новогодние праздники и Холины поздравляют вас с песней. Слушаем. Солнце-то яркое, белое, гори. Ой, ночи темные, да горячие объятья. Сердце-то девичьи ты заговорил. Ой, мама, маменька, да не умею брать я. Любимый мой, лети, как войны ветер. Казачья кровь, такой твой вороной. Любимый мой, один такой на свете, да не судьба. Нам вместе быть с тобой, любимый мой. Любимый мой. С депи до кобыль, до самой до зари. Долго ли коротко, а на двоих дорога. Сердце-то девичьи ты заговорил. Ой, люди добрые, да не судите строго. Любимый мой, лети, как войны ветер. Казачья кровь, да конь твой вороной. Любимый мой, один такой на свете, да не судьба. Нам вместе быть с тобой, любимый мой. Любимый мой. Любимый мой, лети, как войны ветер. Казачья кровь, да конь твой вороной. Любимый мой, один такой на свете, да не судьба. Нам вместе быть с тобой, любимый мой. Любимый мой. Нашему папе, дедушке, прадедушке Пермякову Владимиру Александровичу в декабре исполняется 85 лет. Все было в его жизни, тяжелые моменты и радостные, как у всех детей военного времени. Всю жизнь он проработал в строительстве и полжизни живет в поселке Первомайский, где его знают и уважают за добрые дела. Жена, дети и внуки желают юбиляру здоровья, счастья и погулять на свадьбе у правнутик. Письмо из Челябинска. Читаю. Меня зовут Сучков Николай. Мы с женой смотрим ваши передачи и ходим иногда на ваши концерты. У моей жены, Сучковой Веры Андреевны, 5 января юбилей. Ей исполняется 70 лет. Поздравьте ее хорошей песней. 2 января нашему отцу и дедушке Шершневу Петру Сергеевичу исполняется 85 лет. Всю свою жизнь он проработал в пожарной охране Челябинской области. Это честный, добрый, отзывчивый человек. А для нас самый дорогой и любимый отец и дедушка. А вот это поздравительная открытка из Казахстана. Ой, какая красивая. Село Черемшанка. Нет, село Чермошнянка. Ага. Ты же знаешь Казахстан лучше меня. Бугачева Галина Николаевна поздравляет нас всех и зрителей с Новым годом и пишет. Буду очень счастлива, если прозвучит танго в исполнении Сергея Николаевича Исакова. Ну что, сыграешь? Дорогие друзья, я, конечно, очень тронут вашим таким вниманием и, конечно же, сыграю. Дорогие друзья, я, 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 конечно же, сыграю. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем читать ваши письма. Шарова Фаина Ивановна из Челябинска прислала нам поздравительную открытку, такую симпатичную мышку, и просит поздравить сына Шарова Сергея Владимировича с 65-летием. И внучек Наталью, и Ольгу с днем рождения. Посмотрите, какая классная открытка. Письмо из села Октябрьское от Козиной Галины Александровны. Прошу поздравить песней мою очень хорошую соседку Сайфулину Фариду Рамазановну. Ей в декабре исполнилось 82 года. Желаю ей здоровья и здоровья. Снова письмо с поздравительными открытками. Дети и внуки поздравляют Малышеву Людмилу Александровну из поселка Политаева с юбилеем 65-летием. Желают ей здоровья, счастья и удачи. Они прислали еще и фотографию Людмилы Александровны. Она, мы знаем ее, она постоянная зрительница наших концертов. Поздравляем вас, Людмила Александровна. Неожиданно и очень приятное письмо. Обухову Татьяну Евгеньевну из города Краснодара поздравляет муж Эдуард Обухов. И дочери Кристина и Даша с 42-й годовщиной со дня рождения. Желают ей здоровья, счастья и всяческих благ. Мы присоединяемся к поздравлениям и слушаем Эдуарда Обухова. Я встретил розу, роза цвела, шипов колючих роза полна. Я встретил розу, роза цвела, шипов колючих роза полна. Сказал я розе, я в сад вернусь, на этой розе я и женюсь. Сказал я розе, я в сад вернусь, на этой розе я и женюсь. Я в сад вернулся, хожу-брожу, шипов колючих не нахожу. Ой, парни, парни, вам мой совет, не рвите розы в 17 лет. Розы прекрасны, розы нежны. Их ароматы всем нам нужны. Розы прекрасны, розы нежны. Их ароматы всем нам нужны. Розы прекрасны, розы нежны. Их ароматы всем нам нужны. Розы прекрасны, розы нежны. Их ароматы всем нам нужны. Семья Каноненко и внук Володя поздравляют дорогих родителей князевых Нину Петровну и Рудольфа Филипповича из поселка Койлга с Новым годом и годовщиной свадьбы. 31 декабря им исполнилось 54 года совместной жизни. Письмо из села Кизильское от Ставицкой Любовь Ивановны. Она обращается к нам с просьбой поздравить тетю из поселка Зингейский Смирнову Александру Алексеевну. Ей 91 год, с Новым годом ее поздравить просят, и с Рождеством, и с семьей ее дочери, супругов Помилуйковых Юрия Ивановича и Надежду Сергеевну с золотой свадьбой, 50-летием совместной жизни. Письмо из Свердловской области, город Сесерть от супругов Якимовских Надежды Михайловны и Леонида Юрьевича. В конце ноября исполнилось 18 лет их совместной жизни. Они просят поздравить их с хорошей песней. Писаренко Галина Ивановна из села Шипицыно Новосибирской области пишет о своем муже Писаренко Викторе Степановиче, что он большой трудяга, всю жизнь проработал в совхозе с шофером, и в конце декабря ему исполнилось 73 года. А в этом году супруги Писаренко Галина Ивановна и Виктор Сергеевич отмечают золотую свадьбу, 50-летие совместной жизни. Мама и сестра поздравляют Войнова Владимира Георгиевича из города Коркино с 60-летием, а также супругов Войнова Галину Васильевну и Владимира Георгиевича с 36-летием совместной жизнью. Хорошей песней. Хорошую песню мы вам предлагаем послушать. Как обычно, добрый праздник, Новый год придет, Полный пожеланий разных счастья и добра, Пусть он исполнение желаний принесет, Завтра будет лучше, чем вчера. Я хочу, чтоб рядом были мы всегда, Пусть летят года, это не беда, И чуть-чуть с тобой постарше стали вновь. Бог храни любовь, береги любовь. Я накрою этой ночью столик для двоих, Подарю тебе, что хочешь, только не грусти. Пусть мои коснутся губы в полночку твоих, И прошепчут тихо, и прости. Я хочу, чтоб рядом были мы всегда, Пусть летят года, это не беда, Мы чуть-чуть с тобой постарше стали вновь. Бог храни любовь, береги любовь. Год часы пробили полный, Здравствуй, Новый год! Я бокал вином наполни и зажгу свечу, Пусть со старым годом все недоброе уйдет, Счастья и любви тебе хочу. Я хочу, чтоб рядом были мы всегда, Пусть летят года, это не беда, Мы чуть-чуть с тобой постарше стали вновь. Бог храни любовь, береги любовь. Я хочу, чтоб рядом были мы всегда, Пусть летят года, это не беда, Мы чуть-чуть с тобой постарше стали вновь. Бог храни любовь, береги любовь. Читаю письмо из села Коэлга. Князева Нина Петровна просит поздравить Прекрасного человека, акушерку села Коэлга, Копелько Марину Петровну, С юбилеем, с 55-летием и с Новым годом. Сапрынина Тамара Викторовна из города Верхний Уфалей пишет, Моей маме, Кузнецовой Варваре Филипповне, В декабре исполняется 88 лет. После инсульта мама прикована к постели, Но смотрит всегда наши передачи, И мы вместе поем знакомые песни. Поздравляю мамочку с днем рождения И желаю ей здоровья и терпения. Новикова Екатерина Андреевна из города Златоуста пишет, Мне 71 год, всегда смотрю ваши передачи. Они продлевают мне жизнь. Прошу поздравить с днем рождения январских именинников. Новиковых Николая Николаевича с 52-й годовщиной со дня рождения И Павла Николаевича с 33-й годовщиной со дня рождения. Сидельникову Марину Николаевну с 46-летием И могильного Николая Федоровича с 80-летием. Надежда Алексеевна Ужанкова из села Исаковка Акмалинской области, Казахстан Поздравляет дочь Юлию Владимировну Кучеровскую с 37-летием И сватью Рукавишникову Надежду Андреевну из села Зеренда С 66-летием хорошей песней. Дорогие друзья, мы хотим еще раз поздравить вас с праздниками, с Новым годом, Пожелать всего самого наилучшего. Ну, мы, как прежде, будем ждать ваши письма. Адрес у нас очень простой. 450-4-113, город Челябинск, площадь революции 4, программа «В гостях» у Митрофановны. Накануне перед праздничком На окошечке с приталинкой Выводило мое солнышко Тонким пальчиком печалинку На столе горела свечечка Да, и стая волощеная Не журись, мое сердечешко Мое счастье нареченое Я к тебе дорожкой дальнею Наперед, перед гонки с луной Прилечу, примчусь желанная Чтобы встретить Рождество с тобой Я к тебе дорожкой дальнею Наперед, перед гонки с луной Прилечу, примчусь желанная Чтобы встретить Рождество с тобой Встретишь слово, встретишь ласкою Встретишь чарочкою пеною Разговоры будут заполнать Только какие откровенные А потянется слезиночка Ты ее смахни ладошкою Я с тобой, моя грустиночка Ты со мной, моя хорошая Я к тебе дорожкой дальнею Наперед, перед гонки с луной Прилечу, примчусь желанная Чтобы встретить Рождество с тобой Я к тебе дорожкой дальнею Наперед, перед гонки с луной Прилечу, примчусь желанная Чтобы встретить Рождество с тобой Я к тебе дорожкой дальнею Наперед, перед гонки с луной Прилечу, примчусь желанная Чтобы встретить Рождество с тобой Я к тебе дорожкой дальнею Наперед, перед гонки с луной Прилечу, примчусь желанная Чтобы встретить Рождество с тобой Прилечу, примчусь желанная Чтобы встретить Рождество с тобой Чтоб остаться навсегда с тобой.